От площади Тысячелетия начинает свое знакомство с городом все, кто решил пройти по маршруту Шумбрат-Саранск. Дальше путь прилегает через Соборную и Советскую площади, фонтанный спуск и завершается на Мордовии-Арене. Во время экскурсии в свободе не ограничивают. Если гость захочет полюбоваться городом с высоты, то он может подняться на обзорную площадку университета. То же самое с посещением храма и музеев. Данный маршрут очень популярен у нас. Он является, наверное, одним из топовых маршрутов в нашем городе. И он круглогодичный, что очень удобно для всех, наверное, гостей нашего города и, наверное, туристов каждый день, которые посещают именно данный маршрут, каждую неделю всегда есть. Маршрут заинтересовал не только гостей города, но и жюри регионального этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Всего же наша республика заявила о себе в трех номинациях. Лучший маршрут в городе «Шумбрат-Саранск», лучшая идея маршрута «Кальдоскоп-культур» и лучший этнографический маршрут «Зовтором». В течение двух дней в Твери и Завидово участники рассказывали о своих проектах. Наш маршрут очень понравился. Они сказали, что он включает в себя такие необычные объекты, красочные, яркие. И члены жюри хотели, конечно же, приехать к нам в город и посмотреть, и ощутить это на себе. А вот сотни болельщиков с разных стран мира уже ощутили на себе все очарование нашего города. Полуторачасовая экскурсия проводилась на русском и английском языках для всех желающих. Этим летом во время Мундиали сотрудники Туристско-информационного центра провели около тысячи экскурсий для болельщиков. Из них более 120 бесплатных. На безвозмездной основе с нашим городом знакомили в дни матча, а также накануне и в следующий день после игры. «Шумбрат-Саранск» и еще у нас был маршрут «Саранск-последняя миля». Эти маршруты были одни из самых популярных среди туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу. Это вызвано тем, что во время экскурсии мы показываем непосредственно город, который принимал чемпионат мира по футболу. И всем непосредственно было интересно посмотреть, увидеть город Саранск и все-таки понять для себя, почему именно город Саранск выбран как принимающий город чемпионата мира. Всего на конкурсы из 52 регионов России представили 370 проектов. В финал вышли 192 из них. Всероссийская туристская премия «Маршрут года» присуждается по итогам открытого конкурса за достижения в области создания и развития туристических маршрутов. Лучшие проекты регионального конкурса, занявшие призовые места, примут участие в финале туристской премии «Маршрут года-2018». Он пройдет 1 и 2 ноября в Ульяновске. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости.